Здравствуйте! Это программа в Центре Событий в студии Галина Булгакова. И коротко о главных темах. Важность югорских болот. В Ханты-Мансийске работает международная конференция по вопросам глобального изменения климата. В Сургуте обострился вопрос с бродячими животными. Бездомные собаки нападают на людей. Благоустройство первого городского пляжа практически завершено. В парке Засаймой смонтировали лежаки для отдыхающих. В наш регион приехали ведущие ученые со всего мира, чтобы обсудить экологическую безопасность. В Югорском госуниверситете открылась международная конференция «Углеродный баланс болот Западной Сибири в контексте изменения климата». В столицу округа прибыли 75 исследователей из России, Турции, Франции, Нидерландов, Эстонии и Белоруссии. Принимает участие в конференции и специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Согласно данным ученых, важные инструменты влияния на глобальный климат – это болото. Сосредоточены они в Канаде и Западной Сибири. Болото занимает важное место в планетарном цикле углерода, регулировании газового состава атмосферы, а также смягчении последствий глобального изменения климата. Болотные угодья являются ценнейшим ресурсом для всей планеты. И тогда, когда они сконцентрированы на одной площади Западной Сибири, Антон-Мансийском автономном округе и Греб, безусловно, мы с вами высокий вес имеем, потому что владеем, собственно говоря, этим ресурсом. И ответственность у нас совершенно другая, и не только перед своим регионом, перед земляками и в стране, но и для всего мира. Участие в конференции по видеосвязи принял Нобелевский лауреат Терри Калаган, ведущий специалист в области арктической экологии и глобальных природно-климатических изменений. Из Великобритании ученый рассказал о трудностях понимания последствий изменения климата в северных экосистемах. В ходе мероприятия работники науки выразили готовность к сотрудничеству, проведению международных исследований, которые будут направлены на определение текущей динамики и причин изменения климата, а также выяснение способов минимизации связанных с этим негативных последствий. В августе этого года в Югре запланировано установить 10 автономных измерителей профиля температуры, смонтируют их в природном парке Нумто. В целом, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта отметил, что наш регион сделал большой шаг в части сохранения природного баланса. Сергей Иванов отметил, что Югра практически избавилась от факелов, сжигающих попутный нефтяной газ, и это отличное достижение. В рамках рабочего визита в Югру Сергей Иванов посетил Югорский рыбоводный завод. Специалисты этого предприятия занимаются выращиванием ценных пород рыб. Уникальный завод заключается еще и в том, что процесс разведения муксуна, чира, сетра и стерляди полностью управляется человеком. Система замкнутого водоснабжения позволяет экономить электроэнергию и тепло, а используется в работе не проточная вода, как на других подобных предприятиях, а вода из артезианских скважин. Светлана Стебенькова расскажет подробнее. Югорский рыбоводный завод – своеобразный капитальный заповедник. В стенах предприятия содержится 30% всего осетра России. Вообще же, в случае угрозы исчезновения какого-либо вида рыбы в природе, эксперты завода не дадут этому случиться. Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и губернатор Югры Наталья Комарова осмотрели все жизненные циклы предприятия. Инкубатор, где выводят мальков, резервуар, в котором выклевываются личинки рыб, зимовал, где она готовится к нересту. Генеральный директор завода Павел Павлов рассказал технологию выращивания муксуна – уникальной рыбы, которая мечет икру при отрицательных температурах. Сегодня перед рыбоводами стоит задача приумножить численность муксуна. Мы его содержим, ванитируем, отбираем лучших производителей и из их икры производим уже мальков, которые в дальнейшем выпускаем уже в экопытский бассейн. Выращивают на заводе из Терлити, Ситра и Чир. Благодаря работе специалистов в Опертышском бассейне удалось значительно увеличить популяцию пеледи. А в следующий раз, когда они нерестятся, сидим у нас в следующий год? Каждый год. Вообще за период освоения игорских земель в природных экосистемах произошли серьезные изменения. Поэтому сегодня для округа весьма актуальны вопросы, связанные с сохранением биологического разнообразия. В регионе действует программа, направленная на развитие агропромышленного комплекса. В документе предусмотрена поддержка рыбохозяйственного комплекса. И она дает результат. В 2016-м ВОП и Иртыш выпустили почти 500 миллионов молоди. Для разведения ценных пород рыб на заводе используют не проточную воду, как это принято на подобных предприятиях, а воду из артезианских скважин. Система замкнутого водоснабжения позволяет экономить коммунальные ресурсы, электроэнергию и тепло. Сергей Иванов отметил, что такие заводы, как югорские рыбоводные, надо не только развивать, но и тиражировать. Предприятия такого кластера, по словам специального представителя президента, выполняют не только коммерческую функцию, но и часто экологическую, и человеческую не позволяют исчезнуть с лица земли редкой и красивой рыбе. Светлана Стебенькова, Дарья Давыдова, Сургут Интерновости. Дарья Давыдова, Сургут Интерновости. В целом, специалисты Свердловской железной дороги отмечают, что пик аналогичных ЧП приходится на лето и связан не со взрослыми, а с детьми. Из-за каникул часть ребят предоставлена сама себе. Так как значительная часть ЖД веток находится возле дачных кооперативов, либо недалеко от жилой зоны, дети находятся без занятий возле особо опасного объекта. Поэтому мы проводим такие же у нас есть рейды, информацию, если только получаем, что дети на путях. Сразу же оперативно машинисты сообщают информацию через дежурные по станции, через поездного диспетчера. Мы уже реагируем, также вызываем милицию, и наши работники, скажем, быстренько появляются на месте. Забрать не дают, но и сами заботятся не готовые. В Сургуте обострилась проблема с беспризорными животными. Чуть ли не ежедневно пользователи социальных сетей сообщают о новых случаях нападения на горожан бездомных собак. Дарья Давыдова знает, что делать, если вас укусил бродячий пёс, и почему службы отлова далеко не всегда могут выполнить свою работу. Ежегодно на отлов и содержание бродячих животных из бюджета Сургута выделяется более 8 миллионов рублей. По словам специалистов службы отлова, бездомных животных в городе практически нет. А на тех, что остались, благотворительные организации надевают ошейники, чем ограничивают действия собаколовов. Правила говорят такое – не могут забрать четвероногого, если на нём поводок. В других случаях обычные жители не дают увезти бродячих зверей. Правда, проблема в том, что сами люди этих накормленных и одетых в ошейники, но беспризорных собак, домой тоже не забирают. Последний случай был на улице Университетской. Ребята приехали забрать бродячее животное. Была жалоба конкретно от жительницы этого дома. Полдома сказала – забирайте. Полдома жители стало стеной и сказали – мы вам не отдадим собаку. Сургутяне отмечают, что в последние дни бродячих животных в городе стало очень много. И далеко не все псы ведут себя миролюбиво. Буквально неделю назад в районе НГДУ собаки покусали женщину. А позднее напали и на маленькую девочку. Ребёнка увезли на скорой. Одна укусила университета, тоже НГДУ. Проблемно, запомнил. Гулять даже с ребёнком на улице очень страшно. Желательно отловить, потому что некоторые прикармливают их, и они гавкают и бросаются. Там, где Андреевский проезд, там были бродячие собаки. Там их вообще стая была целая. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Зато потребовались уколы от столбняка и бешенство. Рабиолог сургутской травматологии Мухарбек Бессолов отмечает, что чуть ли не каждый день в больницу поступают люди с укусами. В год же обращаются более тысячи человек. По словам доктора, статистика не меняется. И чаще всего нападают животные, у которых нет хозяина. Сложно бывает уяснить, неизвестно, если собака, то она хозяйская или не хозяйская. Поэтому мы их уже в таких случаях считаем как бродячие. Если вас укусило бродячее животное, необходимо тщательно промыть рану проточной водой с мылом. Максимально удалить из нее слюну зверя, потому как бешенство передается как раз через нее. Края укуса обработайте йодом. Наложите стерильную повязку. После незамедлительно обратитесь к специалисту. Сургутскую травматологию. Югорский фонд капремонта объявил о старте своеобразной акции. Поучаствовать в ней могут собственники, за которыми числится большой долг по взносам. А разом погасить всю сумму они не могут. Специалисты регионального оператора предлагают взять рассрочку. Ее можно получить до 1 сентября этого года, обратившись в Югорский фонд с письменным заявлением. Правда, есть одно условие. Нужно оплатить не менее 30% от суммы долга на дату обращения в ведомство. Добавлю, что предложение о рассрочке действует до момента обращения фонда в суд. После сумму будет необходимо оплачивать целиком. На сегодняшний день общая задолженность жителей округа за капремонт с начала действия программы составляет больше 1,5 млрд рублей. В этом году было уже направлено более 60 тысяч претензий в адрес собственников за неуплату взносов на сумму более 1 млрд. Обустройство пляжа в парке Засаймы практически завершено. На берегу уже установили 30 лежаков. На днях здесь появятся биотуалеты, кабинки для переодевания и скамейки. Несмотря на то, что работы по организации места отдыха до конца еще не закончены, желающих позагорать хоть отбавляй. Большинство опрошенных нами горожан инициативу властей в обустройстве пляжа восприняли позитивно. Правда, предложенными благами для принятия солнечных ванн пользуются не все. Отлично. Действительно отличная инициатива. И это не хватало городу. Но не хватает еще инфраструктуру, чтобы были какие-то развлечения для детей. Надо задуматься городом всерьез об этом. Здесь детьми гулять. Здесь одна яма на яме. Маленьким детям можно было сделать качельки в виде шезлонг. В конце концов, надо что-нибудь, чтобы голову накрывать. Поэтому не нравится. И пруд почистить. Болото какое-то. Я знала о лежаках, что есть лежаки. Но мне больше нравится на земле. И тем более зеркальный такой загар будет от воды. Здорово. А, кстати, с утра больше было народу и с детьми. Еще одно место отдыха у воды оборудуют на берегу реки Черной. Напомню, на обустройство двух этих пляжей из городского бюджета выделено порядка 2 миллионов рублей. Стоит отметить, что у городских рек можно только загорать. Купание в водоемах запрещено. Вода в них не соответствует нормам. А очищать ее не планируют. По крайней мере, пока. Но, несмотря на это, некоторым смельчакам запрещающие знаки не помеха. Все заключения, которые мы получили с ФБУ, с Центра гигиены и пневмологии, все водные объекты в черте города не соответствуют санитарным правилам нормы. Железо в два раза, а тот показатель, где органические вещества, в полтора раза. Более 1700 югорчан пострадали от укусов клещей в этом году. Такие данные передает окружной Роспотребнадзор. По информации, опубликованной на официальном сайте ведомства, только за прошлую неделю за медицинской помощью из-за присасывания этого насекомого в медицинские учреждения округа обратились более 420 человек. В числе пострадавших 55 детей. Из 134 исследованных членистоногих, 6 оказались переносчиками серьезного инфекционного заболевания энцефалита. По официальной статистике, чаще всего эти насекомые кусают людей на дачах. В Сургуте же с апреля 2017 зарегистрировано 128 случаев нападения клещей на людей. По словам медиков, если вы обнаружили на себе насекомое, нужно как можно скорее обратиться в медицинское учреждение. Там вам окажут необходимую помощь. Необходимо сразу обратиться за медицинской помощью в трампунт. Он работает круглосуточно. В трампунте вас заберут, на исследование отправят и уточнят, является ли он переносчиком или нет. В ближайшие выходные в Сургуте состоится общегородской выпускной бал «Алые паруса». Торжества пройдут в два дня – в субботу и в воскресенье. В связи с этим в целях обеспечения порядка и безопасности администрация муниципалитета просит предпринимателей ограничить в эти дни продажу алкоголя, в том числе пива. Особенно это касается торговых точек, которые находятся поблизости к местам проведения мероприятий. Отмечу, данные ограничения носят рекомендательный характер. Отдел молодежной политики администрации Сургута отчитался о проделанной работе за прошлый год. Результатами с журналистами поделился его руководитель Евгений Лаптев. Он рассказал, что с 2014 года количество участников массовых мероприятий увеличилось в два раза. Их самих в 2016-м провели около 100 на городском уровне, еще 1200 на уровне учреждений. При этом, как отметил куратор молодежной политики, такие проекты, как ХВН, Лекторий, Медиа-центр, Патриот Сургута, дают возможность активистам организовать новые площадки самостоятельно. Также Евгений Лаптев обозначил для ведомства опорные точки. Это муниципальные учреждения «Варианты наше время», а также Центр специальной подготовки «Сибирский легион». Мы очень гордимся тем, что они есть, теми результатами, которые они добиваются. И всегда говорим, что без этих учреждений, в принципе, молодежная политика бы потеряла очень многое. Поговорили на пресс-конференции о перспективах. В планах администрации все же построить Центр технических видов спорта на Зайчьем острове, также возвести специализированный загородный военно-спортивный лагерь. Также в рамках новых проектов планируется первая поисковая экспедиция на места боевых действий. А в дальнейшем даже создать базу для ребят, которые будут работать с захоронениями. В этом году начали такую методическую целенаправленную работу. Надеюсь, что у нас все получится благодаря нашим коллегам окружной организации поисковой. С заботой о людях в благотворительной общественной организации «Сургутнефтегаза» людям с особенными потребностями выдали средства реабилитации. Подопечные с заботой получили тест-полоски для определения уровня сахара в крови, гигиенические средства и катетеры. Виктория Дрягина продолжит тему. В этот раз в Центре заботы получили необходимые средства реабилитации 43 человека, которые состоят на учете в благотворительной организации. Одна из них – Ольга Полякова. Она проработала много лет в компании «Сургутнефтегаз». С заботой Ольга практически с самого основания. Сургутенко призналась, что благотворительная организация помогает не только материально. Также забота оказывает значительную поддержку в организации «Досуга». Без заботы очень тяжело. Газеты нам выписывают, мы получаем газеты бесплатно. Поездки в Ханты-Мансийск, в Тобольск мы ездили несколько раз на экскурсии. Ощутимая помощь. Например, мне средств реабилитации хватит на полгода тех, которые я здесь получаю, вот в июне. Полгода я могу не тратиться. Подобным обеспечением всем необходимым благотворительная организация занимается уже на протяжении многих лет. В этом году всего было закуплено более сотни упаковок тест-полосок для определения сахара в крови для больных диабетом. Около 130 упаковок гигиенических средств и 250 катетеров. Помощь получат не только жители Сургута, но и подопечные заботы в Лентории и Фёдоровском. Спонсорскую помощь организации оказывает компания «Сургутнефтегаз». Мы о каждой семье знаем, они у нас на учёте, мы знаем состав семьи и в чём они нуждаются, в данном случае каждая семья. То же самое у нас стоят на учёте пенсионеры-инвалиды, это вот до конца жизни они у нас и стоят, поэтому мы о них никогда не забываем. У нас стопроцентный учёт, и мы на каждого инвалида, соответственно, и закладываем денежные средства, чтобы в течение года они получали помощь. А уже в июле сотрудники организации начнут готовиться к первому сентября. Они будут закупать школьные принадлежности. Рюкзаки, тетради, ручки и карандаши для детей льготных категорий приобретут на весь учебный год, чтобы ко дню знаний все юные подопечные заботы были обеспечены полным набором необходимых для уроков предметов. Виктория Дрягина, Борис Шубалдов, Сургут, Интерновости. На этом у нас всё. Хороших вам выходных и до встречи на наших каналах. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90-12-13. Включи «Лав-радио» твоей мечты. Натуральные торты от компании «Вега». Их можно купить в фирменном магазине «Золотой ключик» или заказать через интернет. Сургутторт.ру. Весь июнь действует скидка 20% на заказные торты. Торты от компании «Вега». Это «Золотой ключик» к вашему празднику. Проспект Ленина, 66-2. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пазмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. 3w.metrodefisset.ru Современные квартиры в готовых домах от компании «Сипромстрой» – это удобно и выгодно. С экономией времени и без переплат. Телефон единого отдела продаж в Сургуте – 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Только в эфире «Лаврадио». Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай «Лаврадио». В магазине «Адам» широкий выбор изделий из серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Впечатляющий ассортимент столового серебра и ручек, а также украшений из золота. Улица 50 лет в ЛКСМ, 3-2, первый этаж. И о погоде на 24 июня. Здравствуйте в студии Алина Белявская. В субботу погоду в большей части югры будет определять холодный атмосферный фронт, доставляя разрозненные кучево-дождевые облака, скоротечные и очаговые ливни, местами с грозами, порывистым ветром и небольшим понижением температурного фона. Только на востоке региона ожидается погожий и не по сезону теплый день. Ночью в Сургуте и окрестностях переменная облачность без существенных осадков. Направление ветра юго-восточное 1,6 метра в секунду, температура воздуха плюс 15, плюс 20. Утром облачно с прояснениями преимущественно без осадков. На столбиках термометров около 23 градусов тепла. Днем с прояснениями кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, при грозе порывистый. Температура плюс 23, плюс 28. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Весна-лето-2017». В салонах обуви «Саламандр» акция. С 19 по 25 июня ваш дисконт умножаем на 2. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо падать и состоит 746 мм штутного столба. Активные товары для активных малышей. Горьки, велосипеды, самокаты, электромобили. Огромный выбор в «Карапузе» на нефтьюганском шоссе 22-1. Активный отдых, спорт или дача. «Карапуз» решит задачу. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам удачных выходных, будьте здоровы, до свидания.